друзья я снова в эфире и по-прежнему понятия не имею как подключить к нашему эфиру вадима куркина жду какого-то ответа как это сделать не пойму так вот так может быть нет не то вадим вадим вы где ха 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 ну где жижишь так что надо сделать для того чтобы подключить человек в эфир дело в том что инстаграм все стал по-английски писать и я если честно не понимаю что вообще тут написано вот я тут отправил запрос а где вадим этот запрос вот в этим к вадим куркин коннекшинг о боже ура вадим это произошло аллилуйя аллилуйя это свершилось я успела я успела тебя заблокировать от себя историю тут да привет я уже видел что я не мог не зайти даже даже не мог посмотреть на что что происходит но я решила эту проблему видишь я женщина которая умеет решать свои проблемы на самом деле когда женщина решает такие сложные проблемы за 10 минут это 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 очень быстро это очень здорово я долго долго шла к этому мастерству проблему за 10 за 10 минут тем не менее к нам присоединились уже уже какое-то количество человек вот хочу еще раз представить итак друзья мы я сегодня одна сегодня с красивым мужчиной наконец-то вот это не просто красивый мужчина это еще мужчина который умеет от женщин это очень редкое качество вот потому что он психолог и знает просто все о том как создавать хорошие благоприятные отношения потому что сам в них состоит у него чудесная семья вот которая чудесная не только в инстаграме и в жизни я их видела в жизни поэтому подтверждаю что просто прекрасная любящая семья он собственно в своей жизни создает такие отношения может помочь и нам с вами мне тоже Вадим я буду очень стараться да создать хорошую семью по любви и пониманию ну а также если у вас уже семья есть научиться собственно эти отношения сохранять и вообще как-то с друг другом уживаться в таких сложных обстоятельствах когда вы живете вдвоем итак Вадим или втроем или бывает еще вчетвером а я знаю у меня есть клиенты семьи у которых по 7 по 8 детей и что самое любопытное что а я-то размечталась я-то размечталась четвером втроем это же мечта моей жизни а нет про такие семьи про такие семьи мы не рассказываем это наверное есть какие-то специальные психологи для этого вот не моя ниша ну действительно да давай сначала попробуем создать семью из двух а потом пойдем на расширение значит вопрос первый который я отобрала из всех комментариев и то что мне приходило в директ и он очень распространенный если честно регулярно девочки в этом пишут как понять что нужно уходить от человека как понять что отношения изжили себя как решить и закончить отношения если у вас дети обязательства годы и так далее это самое сложное знаешь когда привык к человеку обстоятельства складываются таким образом что семья стоит на грани распада или вообще мужчина себя как-то плохо ведет или женщина и уже оставаться вместе невозможно что делать очень очень много таких вопросов на тему Вадим как ну Вадим как не решится не только Вадим это ко всем психологам обращаюсь с таким вопросом есть ли смысл отношения оставлять или нет смысла как понять какие критерии да вот что где вот та грань да после которой стараться уже не надо и уже точно нужно расставаться так вот а конфесса я тебя не вижу я не замерла ты у меня зависла немножко с кулаком я тебя прекрасно я тебя вижу прекрасно ну ладно значит в отношениях бывает всякое бывают разборки бывают конфликты бывают какие-то выяснения отношений и в принципе это норма то есть отношения отношений без конфликтов вообще не существует ну иначе это неживые отношения какие-то неживые люди но есть некая вещь которая не должна быть в отношениях называется она неуважение что такое неуважение неуважение это оскорбление унижение переход на личности или какое-то, не дай бог, физическое воздействие, ну и так далее и тому подобное. Один из главных критериев, что отношения пора заканчивать, если в отношениях регулярно проявляется вот то самое неуважение. То есть при конфликтах, при ссорах кто-то из партнеров, либо оба переходят уже к таким оскорблениям, где, ну то есть переход, идет переход за грань, где есть желание не просто показать свою позицию, выразить, что вот мне не нравится вот это, мне не нравится вот то, а именно когда в ссорах доминирует желание унизить другого человека. То есть так называемая ложная цель. Вадим, так это я сейчас думаю, до в два-то надо прямо это самое, не начавшиеся отношения уже заканчивать. Там же практически все начинается с этого. Да, там нужно расставаться сразу, а не после первого диалога, который между ними происходит. У костра. Ну смотри, есть в отношениях, то есть у любого конфликта есть некая цель. Допустим, цель. Мы конфликтуем, кто будет что делать. Какая цель? В конечном итоге, значение, да, как у нас будут разделены в семье те или иные обязанности, как мы будем на те или иные вещи смотреть. Ложная цель – это когда цель конфликта не договориться, а показать другому, как он неправ, показать другому, как он ничтожен по сравнению с тобой, что он не имеет никакого права на свое мнение, на какие-то свои желания. То есть это называется неуважение личности партнера, личности человека. Ну, очень простая разница. Например, условно, вот жене не нравится, она попросила мужа, например, не знаю, пропылесосить на кухне. Условный пример. Он-то мне сделал. И возникает конфликт. Вот как этот конфликт происходит без неуважения? Жена жалуется мужу, что я тебя просила, ты не сделал, она рассказывает о своих чувствах, что я на тебя рассчитывал, мне неприятно, вот ты отказал мне на мою просьбу. Точнее, ты пообещал, но не сделал. Это конфликт. Конфликт с неуважением и с критикой. Вечно ты ничего не делаешь. Я тебя всегда прошу, а ты всегда, тебе всегда плевать на мои слова. Тебе всегда плевать. И очень простой способ, как сделать любой конфликт неуважительным. Добавить в конце фразу, и что ж с тобой такое? И что ж, то есть подразумевая, что с тобой чего-то не так, как с человеком. Ну и, конечно, когда уже идет прямое оскорбление, какие-то слова, которые западают глубоко очень в душу, ну, которые уже не забудешь. Допустим, конфликт. Люди помирились, и они как бы забыли о конфликте. Но когда было сказано что-то, и я тебя никогда и не любил, например, да? И вообще ты вся в твою мать пошла. Я состояла в таких отношениях, в которых не помнишь, из-за чего поссорился, но прекрасно помнишь, что тебе сказали во время ссоры, и забыть это не можешь очень долго. Да, потому что такие, это просто вот сказано еще в момент очень высокого эмоционального напряжения, вот, и сказано настолько, это настолько больно проникает, прям вот прям прям пронзает, как стрела, что потом это не забыть и все, и это потихонечку разрушает отношения. Еще один признак того, что отношения пора заканчивать, это когда в отношениях ничего не остается, кроме ссоры разборок. Ну, то есть в любых отношениях есть. Есть выяснение отношений, есть какие-то приятные события. Теплота, близость, забота, да? И в идеале, когда неприятных моментов их меньше, чем приятных моментов. И тогда моменты неприятные, сложности, они выступают в роли как бы развивающих факторов. То есть они развивают отношения. Это как любое развитие происходит через кризис. И у человека... То есть поссорились, а помирились в постели, да? Ну, или помирились в постели, или, не знаю, поссорились, порастраивались, попереживали. С помощью этих переживаний поняли, что там я не хотел тебя обидеть, не хотел задевать, прислушались к мнению друг друга. В конце концов, семья стала крепче. Когда в отношениях не остается ничего, то есть отношения представляют из себя череду постоянных выяснений отношений. То есть мы и живем от разборок до разборок, от разборок до разборок, от критики до критики. Такие отношения, они уже, скорее всего, мертвы. Есть такое понятие, я еще рассказываю на своих вот семинарах, у меня, кстати, будет бесплатный, бесплатный будет курс об этом, про понятие жизненного сценария. Жизненный сценарий – это такая штука, когда человек живет по неким установкам, которые он получил еще в детстве, и он как бы ходит по кругу, по сценарию. То есть из него не может вырваться. И когда человек живет в сценарии, допустим, женщина находится в сценарии, у нее такие же могут быть сценарные отношения. То есть мужчина, который помогает ей, проживает как бы ее сценарий. Допустим, у нее сценарий, она взяла из своей семьи родителей, о том, что отношения – это боль, отношения – это проблемы, отношения – это… Ну, мужчина – это вообще такое жестокое, неприятное существо. И, соответственно, она такой сценарий будет постоянно проигрывать, то есть она будет притягивать, грубо говоря, она будет влюбляться в подонков. Это у нас полстраны проживает такой сценарий. Да, 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 да. Ей будет казаться, что она влюблена, что это вот какие-то… что это любовь, это какие-то сложные отношения. На самом деле там все по кругу, там все написано заранее. И часто этот сценарий представляет из себя четыре шага. Первый шаг – это подкуп. То есть когда мужчина весь такой кружит вокруг женщины, говорит, ты моя прелесть, душа моя, самая лучшая на свете, без тебя мне жизнь не мила. Она радостно и говорит, милый мой, как долго я тебя ждала. Следующий этап называется давить на жалость. Особенно если мужчина хочет, ну не хочет зарабатывать, не хочет быть ответственным, хочет жить припеваючи, может быть даже за счет женщины, он начинает давить на жалость. То есть он говорит, что ты не понимаешь, у меня временные проблемы, вообще у меня было детство сложное, а еще у нас ситуация в стране такая тяжелая, и вообще много-много у меня проблем. А женщина, у нас все добольные женщины, такие ведь, да? И вот начинает женщина его жалеть. И таким образом он ее цепляет. Третий шаг – шантаж. Шантаж – это когда женщина высказывает претензии, что милый мой, сколько можно, я уже три года жду, давай уже там предложение делай, али как, или там ставь себе цель и выстраивайся в нормальную работу. Он начинает шантажировать. Точнее, не шантажировать, а призывать справедливости. Что, да ты не помнишь, сколько для тебя я всего сделал. И вообще нормальные женщины ждут и терпят. Идут обвинения, идут упреки различные, да? Какое ты имеешь право? Ты уже ли не понимаешь, как мне было тяжело? А женщины, у нас очень многие сердобольные еще склонны к чувству вины. То есть они еще впадают в такое чувство вины и говорят, да, 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 и начинают переживать и остаются с ним. И четвертый шаг, это называется шантаж. Ну, до этого доходит не всегда. Это когда мужчина вспоминает женщине все, что он для нее сделал. Яркий пример. А ты не помнишь, кто тебе квартиру купил 25 лет назад? Ты должна просыпаться каждое утро. Хорошо, если купил. Да. Ты теперь должна просыпаться каждое утро. Ты должна просыпаться каждое утро со словами «О, наконец-то встал мой господин, который 25 лет назад сезволил мне купить квартиру». Вот. Он ей вспомнит все, что он ей подарил и сделал. Причем вспомнит всякую хрень и всякую ерунду. Какой-нибудь там... Как правило, там ничего серьезного-то не было, но это все будет высказано вот таким вот образом. Плюс угрозы, какие-нибудь угрозы, я не знаю. Я пойду прыгну с моста, а я вообще пойду... Знаешь, что я с тобой сделаю? И ты во всем виновата будешь. Вот. Что я в этой жизни не состоялся, ничего у меня не получилось. Вот такая интересная сценарная игра. А потом, когда женщина говорит, слушай, достал уже, включается снова первый цикл. Он начинает снова ее задабривать, снова начинает за ней ухаживать. Говорит, я все понял, прости. Женщина думает, господи, наконец-то он прозрел. А на самом деле не прозрел, на самом деле просто игра пошла по второму кругу. И это называется сценарий. Или угрожать, Вадим. Все же бывает, что угрожают. Детей я беру, забью, убью. И очень много женщин жертвенных сидят и боятся уйти из семьи, потому что а, финансово зависит от мужа, у нее несколько детей, она не работает, с ними сидит, б, он ей угрожает, что ее самооценку рушат. Ты без меня не справишься, без меня ты никто, ничто, да ты не потянешь. И при этом еще ее поколачивают, чтобы показать ей ее место. Вот такие отношения очень часто встречаются в нашей стране и законом это никак не решается. Вот. Сейчас же, по-моему, даже убрали закон, что муж побил, ты можешь на него пожаловаться. Насколько я помню, какие-то шли дебаты вообще его убрать за домашнее насилие. Это как бы дело рук семьи. Вот как из... Люди жалуются, что тебя не видно. Что тебя не видно вообще. Ты знаешь, я не знаю, что с этим делать, потому что... Вот смотри, я ткнула, и меня реально... А вот так видно меня? Я тебя вижу. Люди, меня видно? Не, люди пишут, что... Я тоже не вижу, я вижу, что только... Я вижу только себя. Вот. Ну ладно. Я вижу... Я тебя вижу иногда в расфокусе, иногда нет. Себя вот сейчас опять не вижу, но я, честно говоря, не знаю, что с этим сделать. Ладно. Я там просто большой, 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 наверное, ажиотаж. Много людей и лайкают, все висит из-за этого. А может быть... Нормально? Видно? Нет. Видно? Не видно? Нет. Не видно. Ну, слава Богу, что хоть слышно. Вот. Ну ладно, я думаю, что... Я себя вижу. Так что делать с женщиной? Как уйти-то из этих... Где взять силы уйти из таких уничтожающих отношений, Самое... Здесь... Во-первых, вот вопрос звучит, да, как найти силы, если у тебя обязательства, дети там и т.д. и т.п. Во-первых... А, еще вот, хорошее, если у тебя годы, у тебя уже годы, да? Ну, хорошо, нарисуй себе такую жизнь 10 лет спустя. Ну, если есть желание потерять еще 10 лет, то ради Бога, конечно, пожалуйста. Ради детей оставаться, ну, а детям-то хорошо в таких отношениях. Я сомневаюсь, что детям хорошо. И дети впитывают вот этот бесконечный невроз женщины, невроз родителей и сами вырастают тоже потом невротиками. Вот. И в данном случае детям будет лучше, если родители будут порозны. Гораздо лучше. Насчет страха, насчет того, что мужчина угрожает, насчет того, что закон не имеет, они дают защиты, на самом деле это не так. Сейчас, ну, по крайней мере, я знаю случаи, когда женщина обращалась за помощью в правоохранительные органы и органы правоохранительные ей помогали. То есть, в данном случае это посудное дело. Есть статья о домашнем насилии, никто ее не отменял. Ну, по крайней мере, в России, не знаю, как в других странах. Но надо понимать, что все эти угрозы зачастую, они на самом деле эфемерны. То есть, вот эти люди, которые так себя ведут, которые шантажируют, угрожают, на самом деле, эти люди очень слабы. И сильнее они бывают только на словах. Вот. И они каким-то таким, то есть, они воздействуют на что? Они воздействуют на эмоцию страха. Страха женщины, что вдруг, на самом деле, у женщин тоже есть своя определенная вторичная выгода быть в таких отношениях. Вторичная выгода это о чем? Это о том, что как бы я такая собедная несчастная жертва, да, а с другой стороны, то есть, это же выгодная позиция, потому что на эту позицию, на мужа-агрессора можно списать 90%, если не 100 своих проблем. Вот. И многие женщины, они как бы хотят уйти, но как бы хотят оставаться вот в этом состоянии жертвы. Им тоже это, то есть, это такая легкая, легкая степень мазохизма, опять же, обусловленная вот тем самым сценарием, про который я говорю. Поэтому тут набраться нужно просто смелости, с пониманием того, что 90% угроз, которые звучат, они не будут, даже 99% угроз, они не будут исполнены никогда. Вот. потому что кишка тонка, на самом деле. И еще хороший вариант, это когда женщина уходит от, я просто такой вариант советовал, женщина пыталась долго расстаться с мужчиной, который за ней все время бегал по пятам, сначала он пытался ныть, как ему без нее плохо, потом пытался, потом, в общем, пытался воздействовать на жалость, не получалось, и он стал, собственно, воздействовать уже угрозами. Угрозами, давлением. Эта женщина, она нашла через кого-то своего там знакомого, нашла какого-то, попросила, в общем, какого-то знакомого, такого очень крепкого телосложения, чтобы он с ней просто вместе рядом погулял. Вот. И так ситуация получилась, что, ну, специально было построено, что они как-то пересеклись, и этот мужчина увидел ее с этим молодым человеком крепкого телосложения, и он такой растерявшись, что это такое? Это что? А как ты думаешь, знаешь, что это? Спросила его женщина. Ты все правильно думаешь. И одного этого случая хватило, когда мужчина понял, что там есть защитник, пускай и не настоящий, он не стал связываться, потому что, еще раз повторюсь, эти люди, они очень слабые, и на самом деле у них, у них гораздо больше страхов, чем мы думаем. Именно поэтому они пытаются запливать других. Вот о чем речь. Ты знаешь, у меня есть тоже своя история, возможно, она тоже кому-то поможет, ухода от таких мужчин, которые... У меня, например, была ситуация, когда мужчина меня, как только я уходила, проявлял агрессию, пытался, ну, убил, вот, не хотел отпускать. Вот. Соответственно, для меня выходом из этой ситуации стало, давай разойдемся на время, нам нужно подумать, мне нужно собраться с мыслями, отдохнуть, соскучиться, то есть не давать мужчине такого вот окончательной точки, да, при которой он впадает в ярость, в шантаж, все, о чем ты говорил, да, в эти ситуации. Чтобы он не психанул. Да, чтобы он не психанул, как бы, чтобы он думал, что, а, она, что-то там ей ум за разом зашел, черепенится, решила побыть одна, пусть побудет, вот, и как-то так тихонечко, я чуть-чуть поживу одна, отдохнем, посмотрим свежим взглядом на наши отношения, вот, и постепенно, когда, знаешь, уже пошел месяц, второй, третий, и я потихонечку там, когда его не было, вещи свои из квартиры вывозила, в какой-то момент он, он уже даже свыкся с этой мыслью, видимо, у него как-то вот тоже, и он сказал, я так понимаю, что мы навсегда разошлись, я говорю, ну, ты правильно понимаешь, вот, когда уже осталась последняя там, тапка в доме, не вынесенная мной, из моих вещей, и как-то так вот это гладко прошло, когда я пыталась рвать, вот, прямо вот, резко, всегда был конфликт, вот, может быть, у которых агрессивные мужчины, этот способ тоже подойдет? хороший способ на самом деле, ну, один из, да, вот, но иногда бывают ситуации, когда нужно именно резко, потому что, как бы, когда мужчина чует, ну, женщина говорит, что я там, мне нужно побыть одной, подумать о жизни, и мужчина может чуять, и мужчина может чуять, что запах о жареном, да, что, как говорится, жертва сейчас может вырваться из тюрьмы, вот, пропадет его влияние, и он может тоже, как бы, это такой хитрый способ, да, но мужчина тоже может быть хитрым, и он может в этот момент включить, допустим, милого такого, да, сказать, у меня тут тоже включался, милый, эти точки каждый день в машине, в дворниках, и букетами заваленная квартира, другое дело, что есть какая-то внутренняя решимость, уже моя, то есть, во всей этой ситуации, а решимость, она, на мой взгляд, мне в тот момент решимость придал психолог, потому что я стала ходить к психологу, и разбираться с собой, и я всегда женщинам советую, почему, собственно, я и эфир, мы решили организовать, потому что, ну, к психологам все относятся, нужна поддержка, нужна поддержка, кто-то, думают, что это, если психика и проблема, тогда психолог нужен, но на самом деле, поддержка психологов в ситуациях расставаний крайне необходима, вот, на мой взгляд. Нужна поддержка, тот, кто придаст тебе решимости, и будет рядом, давать тебе силу внутреннюю на это, потому что, вот, когда мужчина включает милого, и начинается новый этап подкупа, многие женщины не находят сил этому противостоять, вот, потому что сердце женское надеется, что, ну, а вдруг изменился, ну, а вдруг все понял, ну, а вдруг у нас будет 26 шанс, и все получится. Вадим, скажите честно, не получится с 26-го, тем женщинам, которые все еще надеются, скажите, как мужчина, как правило, как правило, получается обычно с первого, или не получается вообще, вот, если, если люди пробуют со второго, ну, бывает такое, что получается со второго раза, на какое-то время, вот, но лишь на какое-то время, поэтому, если люди уже расстались, ну, нет, есть, конечно, красивые истории, о том, как они расстались, 5-10 лет были где-то в разных местах, повстречались с кучей разных партнеров, поняли, что ты самая лучшая, ты самая лучшая, снова стали вместе, но, как правило, когда, если сразу не идет, то дальше и не пойдет, вот, обычно это все определяется сразу, ну, или с первого раза, в течение какого-то времени, вот, я не сторонник, я не сторонник долгого, скажем так, вымачивания, долгого маринования, когда нужно, чтобы мы вот настоялись, подготовили, чтобы мы долго-долго коммуницировали, общались, наконец-то поняли, вот, но бывают исключения, опять же повторюсь, я говорю, в общем, я просто, у меня статистика, у меня через мои семинары прошло уже больше 300 тысяч людей, я знаю их истории, поэтому у меня просто, у меня просто есть, я верю цифров, вот, больше, чем словам, и в большинстве случаев, в подавляющем большинстве, вот, если в первой покупке не удалось, со второй не получается уже, вот, исключения есть, но, как бы, есть вариант верить в сказку, а есть вариант просто, понимать, что наиболее вероятно, что наименее вероятно, как-то так. Вадим, я предлагаю перейти ко второму вопросу. Да, давай. Второй вопрос звучит так, существует теория, что во время секса, женщина отдает энергию мужчине, кроме этого, связь энергетическая с мужчинами, на тонком плане, остается в женщине еще надолго, вот, тут пишут, что до 7 лет аж, то есть, 7 лет, вот, ты переспала с мужчиной, да, я так понимаю, и 7 лет энергетически с ним связано. Ой, даже боюсь представить, что это, и как это влияет на женщину, правда ли это? Ну, я могу сказать честно про себя, я психолог, я психолог, я не медиум, я не энерготерапевт, я не обладаю способностью, видением энергии, и когда я вижу женщину, которая, допустим, приходит ко мне на курс на тренинг, я не вижу количество энергетических нитей, которые от нее расходятся, да, к разным ее половым партнерам. Но, тем не менее, есть такая теория, действительно, о том, что женщина, когда она, ну, если у женщины вступила в интимную связь с мужчиной, то у нее остается, ну, во время, просто, как бы, говоря простым языком, во время секса, во время интимной связи идет наибольший, самый мощный обмен энергии между мужчиной и женщиной. И как женщина дает энергию мужчине, так и мужчина ей дает тоже свою энергию. И образуется очень мощная, очень сильная связь в этот момент, которая просто так, сама по себе не растворяется очень быстро. Она остается на какое-то время, продолжительное, 7 лет или не 7, точно я не могу сказать, потому что в разных источниках есть разные цифры. Ну, допустим, пускай это будет 7 лет. То есть, наибольшее количество источников заявляет, что это именно 7. Именно 7 лет. И что делать с этими связями? Значит, есть вариант, то есть, если женщина закончила половую жизнь, допустим, ушла в монастырь, ушла в монастырь и решила, что больше ни с кем я спать никогда не буду, то примерно через 7 лет вот эта энергетическая связь, она потихонечку сама с собой рассосется. И женщина станет абсолютно чистая, кристальная, как озеро в горах. Но нам такой вариант не подходит. Женщина очень часто, закончив одни отношения, вступает в другие отношения. Там тоже есть секс. И здесь есть только одна рекомендация. Вот очень важно, поскольку эта связь остается все равно, очень важно, чтобы качество этой связи было максимально высокое. Сейчас объясню, что имеется в виду. Часто мы расстаемся, но отношения не заканчиваются. Не заканчиваются внутри нас. Как не заканчиваются? Мы расстались, осталась куча претензий. Что он козел, она дура, не склеилась, потому что очень много разных обид. И мы в себе копим эти обиды, мы в себе храним эти все претензии. И соответственно, эта энергетическая привязанность к человеку, она сохраняется и она несет такой негативный отпечаток. Соответственно, она выжимает из женщины энергию. То есть она вынимает из нее силы. Женщина получается обесточенная. И ей она меньше может, во-первых, ей меньше энергии на себя остается. Во-вторых, она может меньше энергии дать мужчине, ну вот собственно уже будущему мужчине, с которым она хочет, допустим, построить счастливую семью. Вот. И эти связи нужно очищать просто от негативного окраса. То есть нужно прорабатывать обиды на человека, претензии. То есть нужно отношения завершить. Что такое завершенные отношения? Это когда я получил все уроки в этих отношениях, я осознал эти уроки, я как бы отпустил все свои обиды, и я сказал, спасибо тебе, дорогой мой человек, вот, за то, что ты был в моей жизни. Все это называют завершенные отношения. Все остальное, это не завершенные отношения. Все остальное, это очень-очень сильная, мощная связь. И это прорабатывается очень легко. Есть специальная технология. Самая простая технология, пишется специальное письмо. Там есть такая специальная последовательность вопросов, на которые нужно ответить. Это письмо, да, Да, да. Я даже, если сейчас, выкладывала его у себя в Инстаграме, можете... Я могу сделать проще. Вот, друзья, вот те, кто сейчас меня смотрит, если не с моей страницы, подпишитесь на мой Инстаграм, подпишитесь на мой Инстаграм. Я публикую сторис, и в сторис я вам дам ссылку просто на скачивание вот этого шаблона. Вот. Да, это на самом деле очень работает. Один, я как любитель, не психолог, добавлю, что я регулярно пишу эти письма, и только, ну, благодаря этому действительно все вот эти вот привязки не очень здоровые, обиды и злость на людей, причем даже не обязательно партнеров, это могут быть какие-то партнеры по бизнесу, даже подруги, родители, абсолютно любые люди, и именно так уходят из, ну, из глубины души все претензии. Да. И с подругами, с близкими друзьями сильная связь, а с тем, с кем был секс, она, ну, тем более сильная. Вот. Тем более сильная. Даже если это было случайно где-то и по пьяни, как говорится, вот, все равно это допуск к телу, к чему-то такому, то есть это все, это некое, в этом присутствует некая сокровенность, да, хоть сейчас это обесценено, к сожалению, да, ну, нашим современным подходом, да, вот, но тем не менее это не меняет сути все равно. То есть желательно прорабатывать все эти штуки даже с теми мужчинами, с которыми была какая-то короткая 7-минутная связь, там, мимолетная. Вот женщина пишет, а если мужчина уже умер, куда писать? Ну, в принципе, куда же, куда и живому. Мы же не ему пишем. Не ему. Ему отправлять не надо. Да, да, самое интересное, когда женщины пишут эти письма, там, в которых высказывают все свои претензии, обиды, все свои чувства, мать перемат. И что, ему отправить? Я говорю, не надо, потому что, скорее всего, это спровоцирует некую встречную реакцию. То есть, и в конце прости меня, спасибо тебе за все. То есть, 90% мата, и в конце спасибо. Я представляю. А у женщины какое ожидание, у женщины какое ожидание, что он прочитает это письмо и позвонит, скажет, ну, и ты меня прости, милая, я тоже был неправ, да я тоже. Вот. Скорее всего, так не будет. Скорее всего, это будет какое-то какое-то развитие. Начнется, да, какая-то цепочка нехорошая запустится. И на старые обиды наслоятся новые обиды. В общем, как это, хотела воспользоваться хорошей психологической методикой, а в итоге сделала еще хуже. Вот. Поэтому это письмо лучше сжечь. Самый лучший вариант сжечь, разорвать, то есть, ну, отпустить, да, это как поджигание. Это как Съесть. Можно, можно, ну, можно сжечь пепел, высыпать в стакан, выпить, я не знаю. Мне кажется, сжечь достаточно, потому что это очень ритуальная вещь. Когда мы сжигаем что-то, это как отпускание. Отпускание, мы отдаем пространству, говорим пространство, забери, переработай все мои обиды, все мои претензии, все мои вопросы. Вот. И это очень хорошо работает. Вот. Следующий вопрос, садим. Угу. Угу. Так. Значит, а вот, прекрасный вопрос. А нормально ли, если очень комфортно одной. И есть четкое понимание, что человек или появится в твоей жизни, и ты будешь счастлива, или не появится, и ты все равно будешь счастлива. Ну, просто по-другому. Мне кажется, что это самое нормальное. Мне кажется, это самая адекватная позиция из тех, которая может быть вообще в принципе. И я даже в свое время написал статью, очень советую всем, почитайте в интернете, Вадим Куркин. Статья называется, название такое, «Наслаждение одиночеством». Вот. И как раз таки статья, это о том, что сейчас, ну, женщина испытывает некое социальное давление, да, о том, что надо быть замужней, о том, что надо быть в отношениях, о том, что, ну, если ты не в отношениях, ты какая-то неполноценная. И многие женщины так себя чувствуют, воспринимают, и от этого сейчас какая-то бешеная, бешеная невротическая потребность. Хочу выйти замуж, хочу выйти замуж, очень хочу выйти замуж, когда же я выйду замуж. Причем женщины бегают с этим вопросом по психологам, бегают по тренерам, по разным тренингам, как выйти замуж, как выйти замуж. Выходят таки замуж, а потом бегают по психологам с вопросом, как мне жить этим идиотом, как мне с ним теперь, как мне закончить теперь эти дурацкие отношения, как мне безболезненно расстаться. Очень часто история. Вот в чем заключается мораль, что как раз таки самые хорошие отношения приходят в жизнь женщины именно тогда, когда ей очень хорошо без них. то есть я эти истории знаю, опять же повторюсь, у меня больше 300 тысяч человек статистика, поэтому самая точная статистика у меня в этом плане. Очень большая, потому что выборка. И самая частая история, когда женщина наконец-то расслаблялась на тему, как мне выйти замуж, вот просто начинала, просто жила полноценной жизнью, в удовольствие, в радость, и просто понимала, ну, будут отношения, хорошо, не будет отношений, и так прекрасно, столько дел, столько возможностей, как здорово, как классно. Как только она начинала испытывать истинный, неподдельный кайф, потому что можно притвориться, что якобы мне хорошо одной, в Инстаграм запостить, я такая счастливая, а там после Инстаграма сижу рыдарю, да, непритворная радость, настоящее счастье. Вот как только женщина расслаблялась по поводу одиночества, и научалась от него получать кайф. Одиночество в плане отсутствия отношений. Тут же происходит какая-нибудь ситуация, там чуть ли не пошла вынести мусор, вот, и с кем-нибудь познакомилась, и завязались прекрасные отношения, оказался мужчина ее, оказался мужчина ее судьбы. Вот, поэтому это самое важное умение, как раз таки, вот эта самая здоровая позиция, научиться вообще не переживать по поводу отсутствия или присутствия отношений. Понять, что вы никому ничего не должны, дорогие мои, ни мамам, ни бабушкам, вы никому не должны мужа, вы никому не должны внуков, срочно, пять, как можно скорее, да, вот, и самое главное, вы должны в первую очередь себе, вот это ощущение радости, удовольствия от жизни, плюс, одиночество, это же прекрасное время, вот, потому что, когда женщины выходят замуж, рождаются дети, они, очень многие жалуются, что как не хватает времени на себя, да, вот, а здесь хватает времени на себя, и это прекрасно, и могу сказать даже еще больше, что, есть женщины, которые, ну, у которых по тем или иным причинам не получается вообще выстраивать отношения, глубокие, ну, длинные, то есть не получается, ну, кто-то говорит, не судьба, я это называю сценарий, вот, из которого, опять же, можно выйти. Венец безбрачия, Вадим, это называется. Это сценарий, что, например, есть такой сценарий, называется, не доверяй мужчинам, и женщина, она любое отношение доведет до того, что она либо выберет того, кому доверять нельзя, либо ситуация, так создастся, что он ее предаст, обманет, или еще что-нибудь будет. Или бывает очень мощная установка о том, что отношение – это боль. Соответственно, если есть такая установка внутри твоего сценария, ты это будешь создавать в любом случае в своей жизни. То есть нормальные отношения, то есть есть люди, есть женщины, которые, женщины, которые лучше одной. Лучше одной, но не потому, что она так создана, чтобы быть одной. Мне кажется, что все равно у нас же есть потребность природная, какой-то близости, эмоциональной сопричастности, просто там в тактильном контакте. Поэтому мы стремимся создавать пары. Это, естественно, природный процесс, природная потребность. Но есть женщины, которые хорошо одной в силу ее сценария. Потому что в отношениях ей очень нехорошо. Даже бывает настолько невыносимо, что вот одиночество воспринимается как просто прекрасная, радостная благодать. Вадим, извините, я читаю тут. Были бы мужчины, как вы, Вадим, все были бы счастливы. Я сомневаюсь, что это было бы так. Вы знаете, это было бы очень... Мир же, он прекрасен именно в своем разнообразии. И я обычно, когда женщины так пишут, я говорю, что, дорогие девушки, вы только что себе написали приговор на несчастную жизнь. Потому что вот были бы такие, как вы, Вадим. я такой один. Ну, то есть, каждый человек, он уникальный, да? Абсолютно одинаковых людей не бывает. Я, поскольку я уже занят, у меня есть любимая жена, вот, соответственно, других таких больше нету. То есть, остается только что расстроиться, погрустить, да? И разочароваться в жизни. На самом деле, мужчины хорошие... Все мужики козлы, а Вадим только один. Да, все бы мужики понимали то, что... Знаете, когда я говорю женщинам, когда я что-то рассказываю женщинам, они говорят, что все мужики понимали то, что понимаете вы. Ну, это, не знаю, это называется из серии «Жить в каком-то фантазийном мире», когда государство раздает всем одинаковые доходы от продажи нефти, все мужчины все понимают сразу, дети рождаются сразу воспитанные, сразу умеют есть, сразу умеют за собой следить, и не нужно никакого уделять внимания, и сразу с высшим образованием и с работой в идеале. Это идеальный мир, которого нет, и мир в этом, и в этом-то мир прекрасен и удивителен, что мы создаем свое будущее настоящее сами, и когда вы создали свои отношения, когда вы создали себя в первую очередь, сделали себя достоин таких отношений, вы это цените, а когда вы получаете что-то просто так, это очень трудно оценить, к сожалению. И, например, я далеко не уверен, что, вот, допустим, мы с моей женой прекрасно уживаемся душа в душу, но я далеко не уверен, что я был бы настолько идеальным партнером для другой женщины. Может быть, у нее была бы куча ко мне претензий, ей бы казалось, что я неправильно живу, неправильно думаю, неправильно мыслью, слишком правильный для кого-то я был бы, например, был бы со мной скучным. Да, но есть же много женщин, много женщин, которые я просто еще очень сильно в астрологию увлечена астрологией. Есть женщины, у которых просто заложено, как ты говоришь, сценарий, у некоторых это просто в их гороскопе заложено, что она любит, я страдала, страданула, и ей нужен мужчина, который, ну, в рамках, скажем так, приличный, в таких приличных рамках ее немножечко бы мучил. Вот. И таких женщин много, они такими рождаются, к сожалению, и выбирают себе такие качества, их душа. Вот. Поэтому, конечно, не всем ты подойдешь, так что пусть девочки не переживают и не грустят по этому поводу. Ну, я все-таки из того лагеря людей, которые считают, что, скажем так, это не только некая заданность, а это как некий материал, с которым можно работать. И, например, скажем так, психотехнологии, которые я знаю, которым я владею, подтверждают, то есть есть эффективность, подтвержденная, что можно, эту ситуацию можно отработать и перепрограммировать при сильном желании в своей жизни. Ну, кого будет интересно, согласна, согласна. Проверить, проверить правду от него. можно прийти ко мне на... заданность, но нет предопределенности. Поэтому, конечно, работа с психологом, она очень многое меняет в жизни, очень многое. Да, я пользуюсь случаем, маленькая рекламная пауза, у меня будет бесплатный совершенно курс, 7 дней идти, через 2 недели. Это так, я всегда прошу всех, не никогда не доверяйте, не верьте моим словам на слово, ни в коем случае не верите мне, проверьте все, что я говорю на деле. И поэтому даю возможность аж целых 7 дней потестировать на себе все практики и советы, для того, чтобы понять, насколько это работает или не работает. И многие даже за 7 дней у них очень сильный такой старт получается к изменениям, очень интересный. Поэтому, во-первых, подписывайтесь на мой инстаграм, мне будет приятно, если будете меня читать и прямые эфиры смотреть. Ну и там есть ссылка, где можно поучаствовать. Там, в общем, не бесконечное количество мест, но мы только начали набор, поэтому сейчас пока навалом еще мест свободных. Так что вот. Мы переходим к следующему вопросу. Угу. И это очень самый распространенный вопрос, я бы сказала. Как повысить самооценку? Все говорят, знай себе цену, а как это сделать? Не получается 5 минут, да, я лучше, два дня хоть бы вернулся. Примерно так. В общем, как повысить свою самооценку? У нас же девушки вообще в России с очень сильно заниженной самооценкой, в отличие даже от каких-то европейских стран. Это какая-то наша национальная черта. Что с этим делать? Ну, я бы сказал так, что у меня одна из моих главных тем, одна из главных моих работ это как раз таки тема самооценки. И я вообще делю самооценку на 4 типа. 4 типа самооценки. Есть самооценка, называется радуй других. То есть человек чувствует себя хорошо в плюсе только тогда, когда он радует кого-то. Ну, как потребность выслуживаться. Ну, допустим, девочку так воспитали, убралась в квартире, помыла пол, умница, да, поднесла тапочки, еще что-нибудь, молодец. Не сделала, не получила пятерку, там, не помогла, не порадовала маму, папу. Плохая девочка. Соответственно, девочка потом начинает радовать кого? Она будет радовать всех вокруг. Она будет радовать мужа, она будет радовать друзей, она будет радовать кого угодно, только не себя, саму. Это называется самооценка раду других. То есть самооценка человека зависит от того, порадовал ли я сегодня кого-то или нет. И человек, и вроде как неплохо радовать, да, ну, близких радовать, это же здорово, но плохо, когда ты не можешь этого не делать. То есть ты зависим от этого. Есть самооценка, называется хороший, если я лучше. Это вот тот самый синдром отличника. Людям нужно постоянно везде во всем быть лучшими. Если, не дай бог, ты чуть-чуть хуже, чем кто-то, самооценка падает. Просто оценка сильный, то есть я в плюсе, когда я сильный, когда я всем показываю силу, когда все меня боятся, когда я весь такой агрессивный. Если, не дай бог, где-то кто-то видит мою слабость, самооценка тоже у меня рушится. Есть самооценка, спеши, то есть нужно постоянно спешить жить. Я не успею, жизнь проходит мимо, не сиди без дела. Нужно постоянно быть чем-то занятым. Есть еще другие типы самооценки, это такая отдельная большая тема. И самая большая проблема заключается не в том, что самооценка низкая или высокая, а проблема в том, что самооценка, она, во-первых, нестабильная. То есть ты просыпаешься с утра, у тебя хорошее настроение, ты хочешь свернуть горы, ты выходишь на улицу, солнышко светит, и ты себя чувствуешь прекрасно. Жизнь удивительна. Но тебе нахамили в очереди, ты очень сильно ждал или ждала какой-то смс, которая тебе не пришла, начальник не похлопал тебе за твое предложение, и если с утра у тебя было настроение плюс 10, то вечером у тебя настроение самооценка минус 10. И вот так самое сложнее всего переживать эти колебания. Вверх-вниз, 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 это очень тяжело, это очень изматывает, это очень ранит человека, отнимает все силы буквально. Вот. И повысить самооценку это не является целью. Целью является сделать ее стабильнее. Потому что что мы знаем про самооценку? Мы знаем, что она бывает заниженная, она бывает завышенная, она бывает адекватная. Самое главное, чтобы она была независимая. Независимая от неких внешних факторов, которые я перечислил. Независимая от того, порадовал ты кого-то, не порадовал, лучше ты или не лучше. Так вот, что делать-то? Надо понять, к какому типу самооценки вы относитесь. То есть, если у вас, допустим, зависимость, постоянно радовать кого-то. Вот я выслужилась перед кем-то, мне сказали, умница, моя самооценочка пошла вверх. Не выслужилась, не сказали, умница, самооценка пошла вниз. Понимаешь, ага, у меня есть установка, радуй других. Когда есть установка, радуй других, это установка лечится противоядием. Каким противоядием? Радуй себя. То есть, как только у тебя возникает опять твоя нездоровая потребность кого-то порадовать, ты начинаешь себя спрашивать. Так, стоп, 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 а я сегодня себя-то порадовал. И нужно иметь список, составленные два списка. Один список, 10 пунктов, 10 пунктов, как я могу себя радовать каждый день бесплатно. И второй список, это как я могу себя радовать регулярно за деньги. Нужно иметь два списка, вот такие написаны, генем в телефоне. Как только возникает потребность кого-то порадовать, ты берешь, в первую очередь смотришь так, как сегодня я порадую себя. Выполняешь два пункта из двух списков, после этого радуешь кого-то. Таким образом, вот это перестраивается, это лечится вот таким вот противоядием. То же самое касается, вот, например, не знаю, хочется тебе доказывать кому-то, что ты лучший, что ты самая лучшая, снова там, чтобы тебе похлопали в ладоши, да, это лечится, например, как? Ты и так хороша, ты и так хороша. То есть очень важно составлять себе списки на регулярной основе, почему, каждый день прям писать, почему я хороша уже, почему мне не нужно доказывать сегодня или завтра, что я самая лучшая, почему я уже хорошая. И очень важный момент учиться достаточности. Достаточно хорошая, достаточно хорошо сделала, достаточно правильно отреагировала на ситуацию, по-другому не могла отреагировать на ситуацию. То есть это такие очень глубокие вещи. Конечно, просто скакать перед зеркалом, говорить себе, я хорошая, я замечательная, как в том фильме, да, я самая обаятельная, привлекательная, все мужчины проходящие, смотрят мне вслед, да. Вот, вам же не приходится каждое утро себя убеждать в том, что вы мужчина или женщина. Вот вы стоите с паспортом у зеркала, да, и себе говорите, я мужчина, я мужчина, я женщина, я женщина. То же самое здесь. Способы самоубеждения просто не работают. Они работают как ситуативный метод. То есть, нужно тебе сейчас быстренько в себя поверить. Окей, делаешь. Но, вот, именно глубокая вот такая проработка своего типа самооценки, она помогает. Ну, я так постарался очень коротко объяснить, очень длинную, на самом деле, я только хочу еще раз сказать всем, кто к нему присоединился. Многие спрашивают, с кем я тут разговариваю. Это Вадим Куркин, психолог. Янфиса Чехова. Да, да, пишет, что... Которого не видно. Но они же присоединились и не знают, с кем. Почему он писал Чехов? Кто говорит? Это Вадим Куркин, психолог. Он отвечает на ваши вопросы, которые вы задавали в комментариях. Сейчас мы говорили о самооценке. Очень, кстати, Вадим, интересная история про типы. Я никогда не задумалась, но на самом деле во мне микс всех этих типов. Я с ними со всеми разбираюсь. В разные моменты жизни по-разному самооценка выражается. Кстати, опять же, если кому интересно, если прямо сейчас зайти ко мне, подписаться на меня, зайти ко мне в профиль, у меня есть ссылка, и по этой ссылке сейчас доступны видеозаписи в свободном доступе. Есть пять видеозаписей, которые рассказывают про все пять типов самооценки. И можно посмотреть пять видеозаписей, каждые по полтора-два часа. Там подробнейшее описание, как эти люди живут, как они думают, как они чувствуют, как они строят отношения, что у них с эмоциями, что у них с головой. В общем, узнаете себя, всех знакомых узнаете, и будете понимать, что происходит. А что делать человеку, у которого все пять типов самооценки занят? Применять? Нужно, во-первых, продиагностировать, потому что здесь всегда есть доминирующий тип. Он периодически все вступает вверх, то одно, то второе. Нет, нет, есть некая фоновое состояние, которое можно определить, там опять же будут задания специальные, которые можно поделать для диагностики. То есть, так-то кажется, что это как синдром студента медицинского колледжа, да? Когда читаешь медицинский справочник и находишь у себя все заболевания, которые есть. Это не только медицин. Я все детство этим занималась, Родина. Я наизусть знаю этот справочник, и все заболевания есть у меня. Я перехожу к следующему вопросу. насчерпывающий ответ, прям прекрасный, типа самооценок, это для меня даже, даже для меня что-то новенькое. Очень интересно. Так. О, вот. Что нужно делать или наоборот не делать, чтобы не подавлять в мужчине инициативность в отношениях? Что такое инициативность в отношениях? не совсем понятно, но вот такой вопрос. Ну, мы, давай так, мы будем по умолчанию подразумеваем, что имеется в виду инициативность, это какая-то ответственность, да, что мужчина это глава семьи, который двигает семью, который там ведет семью к светлому будущему, да. Зарабатывает, дарит подарки, зарабатывает, да, зарабатывает, днем зарабатывает, по вечерам, я не знаю, делает ремонт, по ночам укладывает детей, вот, такой некий образ. Ну, хорошо, значит, самое главное, чтобы мужчину не лишать инициативности, не подавлять, самое главное не делать за него его работу. Вот, то есть, у нас многие женщины, они склонны к тому, чтобы, во-первых, очень многие женщины, ну, у нас вообще послевоенное время, когда нужно было страну восстанавливать, не пойму, чей женский голос. Женский голос это Анфиса Чехова, это вот тоже видимо спрашивают те, кто, те, кто, наверное, с моей страницы пришли. Да, я понимаю, видимо, меня не видят, кто-то видит, кто-то не видит, но я не знаю, как это восстановить вот в этом, в рамках этого эфира. Я себя вижу. Вадим, а ты видишь меня? Нет, не вижу. Во-прежем не видишь? Нет, так ничего не поменялось с тех пор. Так, тогда, тогда у меня такой отмененный вопрос к людям в эфирах, что мне нужно нажать и сделать, чтобы меня стало видно. Вот пока Вадим рассказывает, я буду голосом за кадром и я очень хорошо выгляжу, меня нужно видеть. Ну, тут подсказываю, что единственный вариант это эфир перезапустить. мы можем перезапустить, но я еле выпустила. Вот, как будет один что делать? Перезапускать, не запускать? Ну, тогда попробуем. Давай, тогда сейчас я сохраню для тех, кто хочет его еще раз прослушать. Вот, а мы запустим второй раз. еще как вариант предлагаю еще телефон ввести в авиарежим и вывести из него, чтобы перезапустила сотовая связь, может быть, плохой сигнал, плохой коннект. А у меня Wi-Fi все дело. Wi-Fi как-то перезапустить. Ну, отключиться от Wi-Fi и подключиться к нему снова, например. Хорошо, сейчас попробуем. Так, встречаемся. Люди пишут, как им видеть Анфису. Да, тадам. Тадам.